Ирия, Штан Удачи, Ник Чипер. Очень много топовых игроков уже поотлетало, но остались... Наши ребята, опять же, есть представители СНГ-комьюнити до сих пор как в верхней сетке, так и в нижней. И сейчас мы как раз будем комментировать игру одного из них. Это Ликарий, игрок из России. И он еще до сих пор борется в верхней сетке. Да, будем надеяться, что Ликарий сможет продолжить свое боевое шествие. Пока что выглядит более чем достойно. То есть мы уже продолжаем комментировать. Сейчас, если я не ошибаюсь, это будет пятый тур. Если мне не изменяет память, то есть игроки уже прошли очень солидный кусок. И будем надеяться, наши ребята из России, из Украины, из Белоруссии, из Казахстана смогут пройти дальше. Смогут показать, что все-таки чего-то стоит СНГ-шный Хардстоун. И, возможно, даже несколько из них мы увидим 18-20 марта, будем надеяться. Это было бы очень здорово. Пожелаем ребятам удачи. Может быть и не одного, может быть и несколько хотелось бы. Вообще, очень бы хотелось увидеть. Чем больше, тем лучше. Найман продолжает выступление. Алад еще в деле. Я интересную информацию услышал. Как раз с Ником Чипером общались вот только что, пока вы с Лесей комментировали. Оказывается, как минимум среди всех этих игроков, которые играли сегодня, было две девушки. Интересно. И кто это? Вот они сказали никнеймы. Я, к сожалению, забыл. Там одна девушка отлетела сразу же в первом туре и упала в лузера. Вторая во втором этапе лузеров. Но просто интересный факт. Да, и сам факт того, что среди 170 игроков было две девушки. Я думаю, что к следующей игре уже узнаем ники. Но забавно было. Что хотелось отметить по турниру в целом. Я, в принципе, ожидал чуть большую разногранность колод, что ли. То есть я думал, что мы увидим, к примеру, несколько жрецов. Да, кстати, на удивление, ни одного пока жреца не было. Да, вот ни одного жреца не было. Я, честно говоря, ожидал, что мы увидим. Ну, то есть, ну, что кто-то захочет удивить. Возможно, эти ребята просто не попали на стрим. И мы, к сожалению, не сумели прокомментировать их игры. Но... Либо они хотели удивить, но по итогу... Но отлетели раньше. Да, не попали. Со своими удивительными колодами в отборы. Престов. Престов хотелось бы увидеть. И... Потому что, в принципе, современный контроль прист с двумя интомбами работает очень круто. Соглашусь. Но как-то у Престов в последнее время в турнирной мете не складывается. Пробовали играть дракона, жреца. Сейчас вот, опять же, сильная колода в ладере, которая неплохо, опять же, справляется с агродеками. Контроль жрецы... Ну, как-то не идут они на турнирах почему-то. Причем, на самом деле, странно. Потому что, если взять там того же контроль жреца, в принципе, с патронами... Ну, я не могу сказать, что это провальный для него моча. С агрошаманами тоже... С секрет палами тоже пойдет. Но вот почему-то, ну, не заезжают они. Да и с друинами, на самом-то деле, друиду тяжеловато проходить через все эти таунты, через весь The Hill. Тем более, когда с раскопок начинают заезжать еще какие-то Сильваны, Крошеры и так далее. Не, ну, друиду, наверное, проще все-таки, нежели вот этой агробратии. Да, то есть из всех, кого мы перечитали, друиду в любом случае проще всех. Зушка вообще не любит жрецов, а зулоков много на турнире. Да, это интересный, на самом деле, интересный момент. Ну, как-то, видимо, не верят в жрецов. Видишь, все-таки большинство из игроков стараются как-то... Не то, чтобы удивить, а наоборот, показать стабильный результат. Берут проверенные деки. Это, опять же, можно сравнить с отбором на прошлый BlizzCon, с отборами, где просто были друиды, хендлоки и патроны, еще старые патроны. То есть не было, по сути, разнообразия. Рано или поздно выявляются какие-то лидеры, да, там, турнирной меты в плане архетипов и колод. И, ну, большинство игроков выбирает именно эти классы, что мы, собственно, и видим. Есть исключения, опять же, кто-то там играет Шамана, кто-то играет Паладина. Вот тебе и все разнообразие. Кстати, мы только говорили о том, что уже наскучили нам одни и те же матчапы, и тут Tempo Mag против Control Vara. Против Control Vara. Это, кстати, интересно. Это первый матч такой вот сегодня из тех, что мы посмотрим. То есть Tempo Mag мы уже видели, Control Vara мы тоже видели, но вот и на противостании двух таких не совсем стандартных колод. Да, впервые, да. Ну, тут, по факту, весь матчап к чему сводится? Если Tempo успеет быстро и жестко продавить, то есть так, чтобы Control Vara даже не успел вдохнуть, то есть там сразу Монавир, потом Фростболт, вот, собственно, вот то, что на руках. Еще я бы сказал, что здесь, во-первых, да, очень здоровский старт для Слэша. И отсутствие топоров. Пока что. Ну, на мулигане сейчас лекарий-то должен наловить, я думаю, топоров. Так вот, еще очень сильно решает, какую сборку Tempo Mag играет у нас Слэш, если здесь водные элементарии. В принципе, сейчас эта карта конкретно в колодах Tempo Mag вытеснила даже Крошеров где-то. И если играются еще и водные элементарии, то против Воина это крайне сильная карта, потому что, ну, с замороженным лицом, как известно, топором не помахаешь особо. Кстати, такая вот интересная мелочь. Вообще у лекаря отвратительная рука, но вот заметил, лекарий схватился за монетку и как бы показал на Шелмайден, мол, такой стоит с монетки брать топор. Нет, ну ладно, пока не возьму. Такие майндгеймс небольшие. Ну, на самом деле, ну смотри, Фростболт отдается сразу же. Это такой, конечно, прием, который вряд ли будет работать на сильного игрока. То, что тут слабых игроков не осталось уже, я думаю, что это очевидно. И опять же, ну, если бы там был топор, был бы сыгран монета топор. Тут вообще вариантов нет. Никто не будет сжать против Tempo Mag с выставленным монозмеем на стол. Это понятно. Фириларакс. То есть это такой момент, конечно. Но вообще забавно, забавно. Такие моменты всегда интересно отмечать. Рука у Вара отвратительная. Это жуть. Алик Страза, бум, две. Очень тяжелые. Две Шелмейден. Да, две Шелмейден, это просто жесть. А у мага, наоборот, все неплохо. Два поджигателя в руке, есть добор. Качается потихоньку у нас монозмей. Вот крошер. Да, то есть, судя по всему, все-таки водных элементарей здесь нету. Похоже, что именно крошер открывается. Скорее всего, да. То есть там или-или. Есть, конечно, варианты, когда там, допустим, один элементарь, один крошер, либо два элементаря, один крошер. Но, как правило, все-таки или-или. Ну, опять же, спорный момент. Крошер хороший дроп. Элементарь воды тоже хороший дроп. И в целом от ситуации зависит. Оно тут скорее зависит от оппонентов. Да, да. Ну, то есть от матчапа и от конкретной ситуации. Ну, в большинстве водные элементарии, помимо того, что классно работают с варами, они очень классно работают с друидами. Потому что друиду зачищать вот эту 3-6, это просто ужас. Так, а что у нас? Монетка Белчер, наверное. Есть ли еще вариант? Ну, Акалит Ревенш. Это выглядит слабо. Продолжения, к сожалению, пока нету для воина. Но выбирать не приходится. Розыгрыш у нас монеты изрыгателя Слизи. Слизи в ответ. Что в ответ? Ну что, возможно, одного поджигателя даже уже отдаст. Но под один стрел. Наверное, вначале ударить крошером по Белчеру, и потом уже Флеймвейкера со стрелами. Для того, чтобы просто увеличить шансы того, что ты доберешь вот этого Белчера неприятного. Ну, можно попробовать через дубликейт играть. Нет, все-таки, да, удар. Ну, это хороший вариант. Посмотреть, что выпадет. Неудачный дроп для Мага. Да, для Мага явно неприятный дроп. Ну что, возможно, Пинг, да, он все-таки ждет еще. Не хочет дешево отдавать поджигателя. Ждет прихода большего количества заклинаний в руку. Ну, я думаю, что второй секрет, это будет дубликейт и Миррор Энтити. Ну, я не думаю, что там дубликейт антимаги. Хотя некоторые сейчас вовсе не играют в Миррор Энтити. Сейчас вот с Олесей в прошлом матче тоже обсуждали этот вопрос. Наблюдая за игрой там по Мага. Сейчас как-то пытаются секреты, ну, короче, обмануть противника. Иногда сами себя обманывают, потому что, ну, иногда это выглядит крайне слабо. Кто-то играет Раздвоение, кто-то играет Чучело. То есть уже такая более-менее дефолтная сборка. Это антимагия плюс Миррор Энтити. Ну, каждый вообще как видит, как хочет, так и, как говорится, так и секреты разыгрывает. Ну, это точно не дубликейт. Это точно не дубликейт, потому что дубликейт через активы. Ну, я думаю, что это Миррор Энтити. Ну, вряд ли бы игрался и дубликейт антимаги. Но посмотрим, что играть. Флэймвейкера плюс стрелы, забирать стол. Ну, флэймвейкер, фростболт в лицо, стрелы. Ну, фростболт, да, в лицо, отдать стрелы. Но тогда две карты Акалит дрова. Но ты на это никак повлиять не можешь, разве что отдавать своего мана Змея. Этого делать не хочется. Либо фростболт в Акалита, да, все-таки фростболт в Акалита. И смотри, что интересно, у Лекария была, на самом деле, ужасная рука. Но по факту сейчас у него все отлично, со здоровьем. Он сумел выставить каким-то образом. И в лете уже он должен быть, по идее, сильнее. Все, и тут уже пошли Шилдмейден. А, вообще еще и Дэсбайт заходит. Ну, все идеально. Смотри, сейчас чучело будет. Смотри, смотри. Нет? И, а жаль. Не чучело. Все-таки либо Миррор Энтити, либо антимаги. Поэтому Лекарий сейчас и не ставил Шилдмейден. Сейчас будет через Акалита. Ну да, он проверял секрет. Ну, тут, наверное, портал Азурдрейк. Если ход лучше. Ну, дубликейт сейчас слабовато выглядит. Второго поджигателя нельзя отдавать, мне кажется. Нужно насыщать руку заклинаниями. Да, то есть второго поджигателя можно было бы давать, если бы еще один фростболт был. Но, к сожалению, только две копии карт можно играть в колоде. А жаль. Ну, портал будем рандомить. Поехали. Казино-казино. 13 черное. Сначала портал, конечно. Так. Казино и... О! Сквернобот за двоечку. Пойдет. Слушай, а ответа-то нету на сквернобота? Не вижу. А нет, есть БГХ. Есть, да, там есть БГХ. Есть ответ. Значит, сквернобот не очень хорошо сыграет. Вот Азурдрейк, вот вроде бы он и хорошо выглядит, а по факту да трейдится с топора. Плюс еще добирается с вихря. Монозмей совсем слабо. Возможно, даже все-таки сыграет он здесь сквернобота. Секрет сквернобот. Ну и что, успел поставить? Нет. Интересный момент. А хотел ли поставить? Хотел ли поставить? Ну что, один секрет это точно дублики. Это мы знаем. То есть сейчас уйдет две копии, смея в руку. А вот что интересно, почему Акалит не появился сейчас на столе, чтобы не прочекать Мирорентити. И бум, а если там Мирорентити? Не верит в Мирорентити. Да, и правильно делается. Значит, там антимагия, да? Удивительно, как-то Лекарий прочувствовал секрет сейчас. Я не проверял никаким образом. Нет, не проверял. Интересный момент. Четырит? Что-то знает, что-то явно знает. Вот он Контерспелл показывает. Да, Контерспелл. Ну вот видишь, как бы вот часто эти секреты, знаешь, обыгрывают, и сам себя, короче, обыгрываешь. Частенько. Раньше как-то не заморачивались, просто там использовали, допустим, Мирорентити и не парились. Проверил Мирорентити, не Мирорентити, пошел в другого. То есть изначально ты всегда играешь, ты, знаешь, Мирорентити. Не Мирорентити, ты удивляешься там как-то, да. И Мирорентити, и не антимагия. Такое, какие еще есть секреты у мага? Так. Ну что? Мановир, Мановир, Маркейн. Ну да, наверное, два Змея Стрелы. Змей, Змей Стрела. Нет, просто один Змей Пинг. В лицо на два, ну... Что будет дальше делать Контрольвар? Давай смотреть, восьмерка уже есть на руках. Нужно трейдить стол. Баш ты играть не можешь, потому что там антимагия. Ну и здесь уже антимагия очевидна, потому что все остальное ты проверил. Проверил, да. Не, ну в теории-то может быть, конечно же, и Айсблок, и такое встречается. Но я думаю, что вряд ли на турнире такого порядка. Ты знаешь, в Адере я встречал, конечно, такую историю с темпомага, с Айсблоком, было неожиданно. Да, главное, чтобы это все хорошо заканчивалось. Да, удивить оппонента. Играет кудесник рефериалом. Очень сильная карта. Почему Фил Ривер до сих пор не появился на столе? Ну вот, мне кажется... Прям, ну, чувствует БГХ, понимаешь? Он знает, что будет. А что, ну, к чему его ждать тогда? Ну, видимо, не хочет сжигать карты. Видимо, считает, что... О, кстати, Вапрайс еще не проверял. Сейчас, сейчас будет. Ну, тут, скорее всего, все-таки Факел. Да, и Факел нам нужно добирать Бума. Монозмей, Факел в Бума. Кстати, вот когда появился Факел, я был уверен, что Факел заменит в именно Темпо Магах фаербол. Потому что все-таки карта чуть быстрее, чуть агрессивнее. Дает тебе лишние спилы. Но почему-то он так и не заиграл в Темпо Магах. В сути, заиграл только во фризе. Да и то, во фризе кто играет, кто не играет. Есть разные сборки. Да, это где-то удивительно, потому что карта потенциально очень сильная. Карта, которая дает тебе карту. Фаербол за три дополнительный. Это сильно. Но, видимо, опять же, слишком быстрая мета, что ли. То есть, не успеваешь ты разыграть. И то, и другое. Фаербол как-то более агрессивно и надежно выглядит. Ну, что, пора. Фаербол, да, фаербол и две пары стрел. Главное только, чтобы сейчас бомба не убила поджигателя. Так, бомба фейс. На четыре, но фейс. Да. Было бы, кстати, неприятно, если бы на четыре уже в поджигателя залетело. И вот теперь разыгрывается сквернобот. И вот он сквернобот. Сейчас пойдем жечь картишки. Да, карты сейчас точно будут сгорать. А воин разберет здесь и поджигателя, и сквернобот. И снимет секрет, вероятнее всего. Давай смотреть, что сгорело. Ой, бум, сгорел. Матсайентист уже бесполезен. Так. Флеймшка. Второй портал. И как раз тот самый торч. Горящий торч, ученица. Маназмел, отхип. Ну, похоже, что это все. Что там еще осталось? Ну, возможно, если играет Антонидаса, это единственный какой-то вариант камбэка. Должен быть либо Антонидас, либо Рагнарос, по сути. Или играется сейчас. Но не совсем понятно, или это уже поможет слэшу. Похоже, что первая игра за лекарем. Кажется, нет. По сути, что осталось из бурс дэмэджа? Фаербол один вышел, вот второй фаербол на руках. Ой, какие стрелы. Еще пошел Акалит ловаться. Гидон приходит. Ай, Акалит хорош. Да, Акалит прям словил все, что нужно. Ну и все, ты уже здесь не... Ну, как бы нужно ставить крошера. Это все легко чистится. Непонятно, как вообще с такой рукой лекарий смог потащить, потому что старт был отвратительный. Алик Страза, бум, две шилдмейден. Ни топоров, ничего. Да, это было странно. Первый топор зашел, если я не ошибаюсь, на пятый или на шестой ход. То есть он до этого поставил Армар Смит, потом к ней добавил Акалита. Акалита крутанул. С этого набрал Армор. Ну, на самом деле, очень грамотная игра. И из отвратительной ситуации смог потащить. При этом у темпа магии вроде как было все неплохо. Не сказать, что прям супер-супер хорошо. Темп был не бешеный, но... Да нормально вроде было. Не знаю. Такой вот показательный матч получается. Любопытно. Снимает антимагию сейчас. Магия, наконец-то. Пошел дрон. Ну, Армар Смит как замечательно заходит. Добирает Азур Дрейка. Ну, все. Тут уже 24 единицы здоровья. Плюс, ну, даже если тебя пробьют, у тебя есть на подсейв Алекстраза. По факту ты просто ждешь грому. Well played, concede. Да. Ну что? 1-0 для Лекария. Победа на контроль воине. Уверенная игра. Несмотря на абсолютно неудачный медленный старт, Лекарий показал хорошую игру и сумел победить. На самом деле сумел победить. И, кстати, для меня вот эти отборочные на мажор являются первым турниром, где уже так можно заметить не просто иногда встречающихся контроль варов, а прям такой полноценный камбэк контроль варов. То есть у каждого, каждый второй вар контроль. Причем это удивительно, потому что еще, ну вот буквально на турнирах, которые идут сейчас или которые были вот-вот не так давно, все-таки ощущалось, не знаю уже, как говорить, в прошедшем времени или в настоящем, все-таки засилие патрон воинов. Патрон воин как-то, ну, вошел в турнирную мету и плотно занял, как бы осел, а там сейчас, да, действительно идет камбэк контроль воинов, это не может не радовать. Вот, зная по своему опыту, я, например, на турнир беру контроль варов, если я вижу, что на турнире можно забанить друида. Кстати, да, возможно, ключевым моментом стало то, что можно банить один из классов. То есть я, например, сегодня на турнире увидел, что есть бан, все, я четко взял себе Ронолока, контроль вара и банил просто друидов подряд. И тогда ты спокойно не паришься, потому что когда есть друид, то тогда беда. Ну да, это выигрышный матчап зачастую. Ну и, соответственно, там уже нужно так, чтобы ты на него не попал, а по факту-то кроме друидов, контроль вару, ну я бы не сказал, что с кем-то нереально тяжело, патроны раскатываются, агроколоды тоже, в принципе. Не, ну с золоком тяжело, для золока плюсовый матчап изначально. Ну, то есть... Но выиграть можно. Да, выиграть можно. И это Ойл Рога от Лекаре. Насколько нестандартный лайнап. Ойл Рога, контроль вар, то есть обычно берутся такие три стандартные колоды, и к ним добирается что-то одно, ну такое не самое популярное. А Лекаре прям вообще не парится. Вы понимаете, что Рога сейчас, в принципе, неплохо выглядит, вот смотря на лайнапы других участников, то есть... Да, Рога более чем. Мне, в принципе, ну вот очень жалко, что вот-вот уже выйдет обновление. То есть жалко не в том плане, что жаль, что оно выйдет, а жаль, потому что я уверен, что вот если бы еще где-то месяц-полтора был, то на всех ближайших турнирах контроль вар и Ойл Рога заняли бы уже, ну там, место прям рядом с патронами, с зулоками. Я думаю, что их бы сейчас стало очень много. То есть Рог сейчас нереальное количество, да и контроль возвращается. Ну посмотрим. На самом деле выйдет обнова, опять же. Конечно, контроль воин, не знаю, вряд ли он уйдет из турнирной меты надолго, но отсутствие, конечно, укуса больно скажется, но... Ну и защитницы там еще, и туда же Белчеры уйдут. Но мы не знаем, какие новые карты ведут, поэтому загадывать рано, посмотрим, посмотрим. Так или иначе, контроль воин был еще и до Накса, и в принципе неплохо себя чувствовал. Конечно, с появлением укуса такого достава намного сильнее, и вообще разные архетипы воинов расцвели, что называется. Сейчас вообще сложно представить, как играть воинам без укуса. Ну это как-то даже... Просто укус это вообще основа патрона. Да, да. То есть, вот я иначе, как можно крутить патрона без укуса. Но, к сожалению, если не добавится что-то похожее, ну патрон воин, возможно, уйдет. Ну, опять же, не будем загадывать. Какая-нибудь там карта четырехрукая обезьяна, которая позволяет Вару брать четыре топора одновременно, и каждому ходить по очереди. Посмотрим, посмотрим. Загадывать рану. Просто на шестой ход четыре удара. Было бы здорово. Да. Так, знаешь, четырех рук шива такая прокрутилась. Классно, ну, пойдет. Так, что тут брать? Загадывается у нас молодая. Да, Престессу выбирает слэш и... Медсестра. Так. Ван Клифф появляется на столе. Бэкстеп, Ван Клифф, четыре-четыре. Ну вот не страшно листать так Ван Клифф, а есть там сержант, например. Ну... Ну, рисковый, рисковый ход. Против Зушкин. Ну, наверное, надо стол занимать все-таки. Тем более, как мы видим, сержанта нету. Да, ну, по факту сейчас несколько везет Ликарио. Просто рука очень специфическая у Ликарио. То есть есть Фан, это здорово. Есть Эвик, в принципе, нормально. Но вот два Сапа против Зу... Сапы, как бы, здесь пока не нужны. Они, как бы, круто заходят против, ну, допустим, Думгварда, да. То есть одного Сапа было бы достаточно. Здесь нужно как-то насыщать стол существами по возможности. Какой-нибудь ШРУ зашел бы. Подготовка. Опять же, желательно ловить какой-нибудь Яд и Крутилку. Ну да, это вообще в идеале. Ну, то есть это то, что убивает Зулоков. То есть почему Рога неплохо играет, как конкретно вот с такими классами, это за счет хороших зачисток. Ну смотри, пятый дроп приходит для Роги. Есть Дракон. То есть уже есть что ставить. А вот и Думгвард, Легок на помине. Да, вот он Думгвард. А что ставить сейчас на четвертый? Ну, я думаю, что это будет Имгангбосс и какой-то из первых дропов. Вопрос какой? Бритер из Прибамбаска, скорее всего. Опять же, смысл... Хотя... Ну, Паук и... Выбирает розыгрыш Паука, что ли, яйца. Нет, ну на яйца нет активатора, это пока слабо. Бритер из Прибамбаска. Ой-ой-ой, вот это сравнение. Ну, почти, почти получилось. Да. Войв Болкер такой... Эх. Такой эх. Ладно, ладно, уйду до следующих времен. И... Учитывая, что только что один фэн отдал. И Карри решил проспамить стол. Решает насыщать стол. Ну, учитывая, что им Гэнгбос легко умирает у нас от Ванклифа, поэтому вот такой розыгрыш убирает у нас. Ну, и, вероятнее всего, Клинком будет добирать Престессу, для того, чтобы она дальше не бафала. А что тут на пятый? Волк и... Можно ли как-то через Волчонка хорошо трейдануться? Угу. Вот в том-то дело, что, скорее всего, нет. Я думаю, что им Гэнгбос и яйцо собирают. Да, 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 да. И археолога... Потому что Волк здесь бесполезен. Ты никак не убираешь от Вазур Дрейка, как бы тебе не хотелось. Да, но вероятнее всего, 2-1 просто доберет Ванклифа. Пэдлер будет добирать Ванклифа дальше. Да, яйцо и Мэнгбос. Нет. Тап. Интересно. А теперь можно и стол забрать и поставить яйцо на пустой. Ну, как на пустой? У тебя остается 2 паука-призрака. Яйцо. Ну, это нормальный розыгрыш, потому что, если ты разыгрываешь главаря банды бесов, он, опять же, легко умирает у дракона. Плюс, ну, не хочется разбониться, оставлять существо на столе. Ну, повезлось, если я же слэшу. Да, хороший, хороший. Если бы он тапнулся и не нашел ПО, то непонятно, что бы он играл. Азурдрейка зачистить никак нереально. Ну, тогда и Мэнгбос, судя по всему, появился на столе бы. Да, это было бы слабо. Ну, повезло. Повезло с тапом. Дотапнулся, достал, что нужно. Так, здесь хиллбот, очевидно. И сидит довольный. А что лекарей? Хиллбот. Лекарей лечится. 27 единиц здоровья. Шестой ход. Опять же. Лодки бы пошел пробивать. Хочется разменяться, но яйцо, конечно, вскрывать. Против Роги, да. Очень не хочется вскрывать яйцо. Но будет он. Он хочет, во-первых, стол забрать. Либо, возможно, Паукова даст. Нет, вскрывает яйцо. Ну, в любом случае, Неруб словит свой висерей, допустим. Не сейчас, так потом. Зато потрошение это выйдет и... Ну, это лишний урон, который не зайдет тебе в лицо. Поэтому это нормальный, адекватный розыгрыш. Ты, по сути, насыщаешь стол существами и заставляешь разбойницу искать варианты для размена. Кстати, Бума играет. Бум зашел, но Бум сейчас будет разыгран. Будет сыгран. Ну, тут... Возможно, вместе... Блин, 11 демеджа на столе. Возможно, вместе с препом и сапом. Подготовка и сап. А может, подготовка потрошения. Ну, вот или подготовка сап, или подготовка... Ну, смотри, учитывая, что есть Блэйд Фьюри на руках, вместе с маслом... То есть он, по сути, на следующий ход зачистит практически любой стол. Чем... Сапает. Чем сап выгоднее, чем потрошение, вот именно в этом случае... У тебя просто два сапа, а не Абуза против Зу. Вот, в принципе, при любой другой ситуации потрошение здесь выглядит намного сильнее. Но тут два сапа... Ну, то есть один раз ты уберешь Думгу Арда, а дальше что? То есть я думаю, что именно вот от этой Абузы избавлялся сейчас Лекарий. Ну, скорее всего, скорее всего. Вообще, кстати, сейчас очень интересно смотреть на различные вариации Уэлл-Рог, потому что некоторые Уэлл-Роги играют БГХ, некоторые играют Бумов. То есть вот эти вот одни, вот эти вот одна, две, три карты, которые настолько кардинально меняют колоду, просто нереально. Ну, кстати, Бумы сейчас часто встречаются. Раньше подобные, ну, подобная карта в Разбойнице вызывала удивление, потому что они не находили все-таки места Доктора Буму. Сейчас многие играют Бума, играется даже одно масло. Да, то есть Роги ушли скорее так в пользу юнитов. На один бомба ушла в лицо, и вторая бомба. Разбойница Аси Джоу. Но, опять же, как бы кто как это видит? Кто-то играет БГХ. Мне, кстати, нравится БГХ в Роге. Очень неплохо себя показывает. Ну, мне очень нравятся Роги, которые используют, хотя бы, один Тонгивер наподобие Белчера, который... Да, Белчер, кстати, тоже популярен. Который дает возможность противостоять игре, потому что, ну, как по мне, не хватает частенько Роги подобных вещей. Ой-ой-ой, какое сейчас будет. Да, какая же зачистка. Минус стол остается у нас Бесенок. И поход в лицо. 11 хп у Зулока остается. Он теряет абсолютно весь стол. Можно сейчас забирать бумы, но на это нужно отдавать абсолютно все. Причем не только стол, но еще и всю руку. Плачевная ситуация для Зулушки. И как же за один ход переворачивается вся игра? Поход в лицо. Эджел пытается максимально спамить стол. У нас слэш. 20 единиц здоровья у Роги. Блощился у нас заклинание. И летало-то, а нет. Лотхиба. А ты никак не разыграешь Камбу, у тебя все заклинания стоят по 7. И ты даже, возможно, вынужден меняться. Или просто сапать Лотхиба. Сап как раз на 7. Понимаешь, сапнешь Лотхиба, на следующий ход будет... Нет, он крутил, куда дает. Чтобы убить мелких существ. Два ХП остаются у Чернокнижника. Ну и все. Это игра. Размер. Два потрошения. Ну, пока что... Я точно не хочу начервить, но пока что для Лекария прям изи. То есть, ну... 2-0. Какая у него третья колода? Посмотрим. Но пока что... Да, уверенная игра Лекария. Опять же, и... Очень сильно. Выбор колод нас радует, откровенно. И Разбойница, и Контрольвоин. Приятно смотрится в рамках турнира. Говорят, что Чернокнижник остался. Остался Варлок. Учитывая, что играл он вот именно этими классами, я рискнул предположить, что это Рено Чернокнижник. Да, я тоже. Я поставил бы на Рено Чернокнижника. И, ну, вероятнее всего, с комбоя. Я уже давно, честно говоря, на турнирах не видел Рено без комбы. Ну, иногда встречается... Ну, конечно, Сталак играется. Точнее, Файген Сталак. Но я все-таки думаю, что это такой с комбоем. Ну, то есть там же комбо или с Гоемом, или с Лероем. Или, или. Опять же, я вот интересовался у одного из игроков недавно. Он играет с Лероем. Я спрашиваю, ну, а чем, собственно, Лерой, на твой взгляд, сильнее? И он мне там, ну, разложил по полочкам. Например, Лерой можно разыграть под Shadow Flame сильнее. Лерой может разменяться там с, допустим, стенкой Друида 4-6. То есть он как бы несколько доводов привел. Хотя, казалось бы, Лерой, комбо с Лероем не разыгрывается без Таурисана. И в этом, ну, минус, минус этой карты. Все-таки Чарголем более дешевый, дешевый юнит. И как-то можно его отдать на зачистку где-то. Но, ну, вот эти доводы. Плюс еще то, что иногда жалко играть Чарголема в темп, потому что не хочется давать кристалл оппоненту. Это, конечно, ну, вот делает выбор в пользу. Смотри, не угадали мы с тобой. Плохие из нас банги. А здесь Зушка все-таки. Да, это Зу. А Слэш берет своего темпа мага. Темпа мага. Ну, как по мне, здесь матча полностью зависит от захода. То есть, ну, наверное, чуть-чуть в пользу темпа мага, но я бы не сказал, что прям сильно. Потому что, если Зушка классно проспамит стол, то у темпа мага просто не хватает вот этих сполов, чтобы зачистить, ну, абсолютно все. То есть нет все равно какого-то флеймстрайка, чего-то подобного. Ну, хотя это очень спорно. Ну, многое зависит от того, кто задаст темп. Опять же, заход, ну, рука неплохая у мага. Есть ученица, есть шарстрелы, пушка, стрела. Нужен, собственно, поджигатель. Да, будет здесь поджигатель. Кто сумеет задать темп, тот и будет впереди. Ой, там кто-то у кого-то в Друзьях легенду взял. Поздравляем этого человека. Ура! Так, монетка. Им гонгбосс. Ну, тут, вероятнее всего, пушка пинг. Вообще не задумываясь. Заходит еще чародейская вспышка. Нужен поджигатель. С поджигателем все станет прям вообще отбойным. Да, здесь Бран сейчас, очевидно, пойдет. А вот Брана пока что зачищать-то и нечего. Не, ну, есть варианты, но это жадно. Скорее всего, даст стрелу, пингнутая, а ты крошера не ставишь. Ну, можно поставить крошера, дать аркейн меслы, потом добрать ученицы. Ну, соответственно, ты не можешь сначала ударить, потом дать меслы. Или, учитывая, что ты два раза попал, просто дать аркейн бласт. Но это затратно получается. Скажем так, хорошо, что учениц остается на столе, но было затратно. Но это было в темп, опять же, он контролирует стол. Вопрос, стоило ли оно того. У твоего оппонента много здоровья, у него стол сейчас дальше будет спамиться и спамиться, а тебе, по факту, чистить его сейчас станет проблематично. То есть, хорошо, вот на этот ход еще есть зачистка. И ты... Вот, теперь все становится неплохо. Я забрал свои слова обратно. Поехали. То есть, если бы умерла ученица-чародея, не смог бы сейчас у нас слэш разыгрывать сплы под поджигателем. Да, ну что, поджигать? И нужно разыгрывать. Опять же, тут дилемма, как правильно разыграть. Сейчас жонглер-то постреляет. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, в начале фростболт. В начале фростболт жонглера, да. Да, однозначно. Да нет, нет, но это... Ты сейчас просто поставишь, ну... Красава. Упс. Как говорится, ошибки случаются. Это не ошибка, в том-то и дело. Это жадность. Ну, понадеяться, что джагл не попадет в ученица, но я не знаю. Это даже не жадность, это ну ёла такое. Это как бы... Ну, однозначно, однозначно. Мне не понравился этот плей, вот честно скажу. Да, я абсолютно с тобой согласен. Я бы тоже, скорее, сыграл более надежно. То есть, хорошо, там, попал бы один выстрел в паука, ты бы все равно добрал. Никаких вопросов. У тебя еще остается аркейн-меслы под поджигатель. Ты в любом случае эти пауков ты берешь полностью. Еще и ученицу ставишь на столе. А теперь вот, собственно, темпа маг-столб проигрывает практически. То есть, да, он еще отбивается здесь, но... Но надолго ли его хватит? По итогу пустая рука у мага. У Зу, во-первых, есть существа в руке плечом. Ну, неплохий гармок 4-4 пойдет. Как же он стреляет? И есть, самое главное, добор. Правда, у Зушки 17 единиц здоровья. А с пылы все вышли, и вышел поджигатель. Нечем доносить вот этих 17 единиц здоровья. Да. Ну, яйцо и двор... Дворфа сейчас отдавать не хочется. Я думаю, что яйцо гармок дворфа прибережет. Нет, я думаю, что даже гармок не появится. Я думаю, что просто яйцо и его идволки. Ну, не хочется отдавать по 4-1 существо в размер гармока. Гнома. Крошер, по сути, напарывается на Вейд Волкера. Это нормальный ход. О! Портал. Пам-пам-пам-пам. Дезлорд. Ну, так себе. Ну, явно не то, что хотел бы сейчас видеть слэш. Это да. Ну, с другой стороны, эта стенка дает тебе возможность не разменивать сейчас крошера. Ну, хоть какая-то минимальная выгода. Еще яйцо. Яйцо. Ну, что, яйцо. И Аргус, наверное, на два яйца, да. Конечно, яиц. А там, глядишь, и гармок сыграет. Да, там. Поехал Аргус. Все, теперь. Все выглядит сурово. Прям таунт маг против таунт лока. Да. Это такой удешевленный эхо-лок. Да, да, да. Против удешевленного эхо-мага. Пойдет. Ну, что, у Войт-Волкера можно забрать, в принципе, стражем. А что думает-то? Пропускает. Еще крошер заходит неплохо, неплохо. Крошеру много не бывает, как известно. Да. Ну, все, пинг в лицо. Постановка крошера неправильная, кстати. Надо слева ставить. Да, потому что если там выпадет тотем. Ну, да. Это да. А были прецеденты? Да, я помню, и Нейрека когда-то об этом говорил. Ну, что здесь? Я видел прям реальные такие. Ну, и сам сталкивался, и видел в турнирных прям партиях, когда это решало исход, правильная либо неправильная постановка крошера. Это важно. Да, это на самом деле важно. Ну, просто тут еще нужно учесть, что ребята играют уже не один час. Не, ну, конечно, усталость дает за себя знать, сказывается. Ну, что, Думгвард на стол? Поехали. Было бы неплохо. Или черный археолог. Ну, кстати, неплохо. Не наносишь себе дэмэдж. Вполне. Ой, давай, Думсейр. Не, не камбэкаемся в эту игру. Ну, какие тут из вариантов у слэша? Похоже, что никаких. Ну, разве что он играет в флеймстрайк. Дракон. Дракон на стол. Аркейн Бласт на 4. Ну, хорошо. Минус Гормок. Или минус Дворф. Или минус Наруб. Выбирай. Дальше. Не, ну, на самом деле, вариант был. Если бы сейчас зашел, допустим, Фаербол, можно было бы пингом убить Таунд. Продавить фулл фейс. Просто фулл фейс. У тебя качается любительница магии. Там 7, плюс 6, 13. И там два оффа стоят. Да, и там закрыт тап. И если заходит хоть что-то. Да, да. То есть, вот топдек Фаербол, а тут бы неплохо сыграл. Да, кстати, топдек Фаербол на самом деле еще осталось. И потом, ну, тоже. Два демэджа попробуй донеси еще. Фростболта, по-моему, уже две штуки вышли. Да, фростболты вышли. Там осталось опосы. Вышли. Вот два фаербола. И если он играет вдруг факел. Ну, опять же. Можно за два хода еще запинговать. Лок не может в такой ситуации игнорировать стол. Он бы пошел в размены. Ну, короче, фаербол мог бы тут. И плюс не мог бы уже тапаться. Ну, да, да. Мог бы не то, чтобы выиграть игру, но дать неплохие шансы, скажем так. Ну, тут однозначно пошел трейд стола. Сколько есть ходов у Ликария? Давай смотреть. То есть Слэшу нужно, грубо говоря, два хода. Один ход на пинг. И поднять фаербол. Да. То есть у него есть два хода. Фаербол все еще, кстати, может выиграть игру. Сетапит ли сейчас летал? Давай смотреть. Десять, тринадцать, восемнадцать. Мне кажется. Нет. А летал это нет. А, нет. Там еще жонглер постреляет. Так. Так. Вот это интересная карта. Поехали. Полиморф. Слушай, кабан? Да-да-да. Полиморф сразу. Сколько там урона на столе? Ну, блин, надо посчитать. Сейчас закрыто. Да-да-да. Закрыто не видно. Там просто... Там, может быть, летал. Если я не ошибаюсь, там было восемнадцать. Ну, то есть там один выстрел жонглера, и ты труп. Ну, по мане тогда, ну, тут точно либо конус холода, либо полиморф кабан. Чем плохо конус холода, ты тогда не пингуешь. И ты не сетапишь летал следующим ходом. Да. Вот в чем проблема. Ну, окей. Пинг в 2-1 в таком случае невозможен. Соответственно, пинговать в лицо ты тоже не можешь. Ну, да, ван-офф было, но... Ван-офф, да, было? Да. И... То есть там полиморф никак ты не мог забирать. Ну и все. Да, это... Тут 7, 10, 14. Что бы ты ни разбил. Ну, подожди. С другой стороны можно поставить манавирмой, пингануть в жонглера. Но что это тебе дает? То есть, хорошо, тебя тогда не убивают следующим ходом. Тогда лучше даже не в жонглера, а в неруба, наверное. Ну, почему в жонглера? Все-таки в неруба. Ну, неруб типа гарантированная единица демеджа, а жонглер потенциально... Ну, все. Смерть. О, импы. Ну, что я могу сказать? 3-0. В общем, это... Изи-изи для лекаря. Это первая изи-игра за сегодня. Кстати, да, это удивительный момент. Все игры прям были такие напряженные. Это вообще как-то так, иди. Не почувствовал. Причем, это же все еще верхняя сетка. То есть, лекаря у нас идет пока без поражений. Лекаря прям очень жестко идет. И что хотелось бы отметить? На не самом стандартном лайнапе. Да, лайнап очень радует. И, ну, играет парень, видно сильно. Тут уже, я думаю, слабых игроков не осталось. Да, их и не было на этих отборах. Ну, очень-очень классная игра от лекаря. Будем надеяться, что увидим его дальше, что не подведет его. Что, лекарь бойс? Лекарь бойс, да. Поехала поддержка лекаря. Ну, что, дорогие друзья, у нас продолжаются зимние отборы на мажор. Напомним, пройдет он с 18 по 20 марта. Мы уйдем на небольшую паузу в 5-7 минут. И уже в скором времени вернемся к вам. До встречи. Продолжение следует...